Морские волны Согласно античному мифу, поведанному выдающимся римским поэтом Овидием, сын бога Солнца, Фаэтон, умолил отца разрешить ему управлять солнечной колесницей и погиб, чуть не погубив в страшном пламени землю. Мать и сестры Фаэтона, Гелиады, так горестно рыдали на его могиле, что боги, почувствовав к ним сострадание, оставили их на этом месте навечно, превратив деревья, а слезы их в золотистый янтарь. На самом деле янтарь представляет собой ископаемую из смолухойных деревьев, место рождения которой находится во многих странах мира. Но все же лучший янтарь выбрасывается Балтийским морем и добывается на его берегах. Именно здесь, на Балтийском побережье, и начинается история уникального творения природы и рук человеческих янтарной комнаты. В 17-18 веках крупнейшим центром художественной обработки янтаря становится Восточная Пруссия. Здесь находились огромные запасы этого самоцвета, добыча которого являлась государственной монополией. Производство предметов из янтаря сосредоточилось в городах Кёнигсберге, Данциге, Любике и Эльбинге. Там трудились самые известные мастера янтарных дел того времени. Они изготавливали шкатулки, бокалы, чаши, вазы, шахматы и украшения. Эти предметы вошли в привычный обиход состоятельных жителей Пруссии и, конечно же, в повседневный быт прусских монархов. Король Пруссии Фридрих I запомнился современникам горячим желанием затмить блеск роскошь французского королевского двора. Ему понравилась идея придворного архитектора Андреаса Шлютера использовать в отделке одного из помещений Большого королевского дворца в Берлине янтарь. Этот необычный декоративный материал никогда ранее не применялся в архитектурном оформлении интерьеров. По мысли Шлютера, будущий кабинет короля должен был быть по всему периметру обложен шпалерами из янтаря, наклеенного на деревянную основу. В центре широких янтарных панелей предполагалось поместить четыре больших зеркала в богатых рамах. Три из них уже существовали в готовом виде и хранились в дворцовых кладовых. На цокольных панелях предполагалось поместить символы прусской государственности – орла и вензель Фридриха I. Янтарная облицовка кабинета в Берлинском дворце должна была стать чудом не только по большей ценности материала, но также по изяществу форм и искусственной резьбе. Работа по созданию уникального декора янтарного кабинета началась в 1701 году, продолжалась около 12 лет, но так и не была завершена. В 1713 году умирает Фридрих I. Прусский трон наследует его сын Фридрих Вильгельм I. Дорогостоящая затея отца показалась этому монарху совершенно ненужной. Незаконченный янтарный кабинет в виде отдельных панно, деталей и кусков набора был перевезен в берлинский цех Гаусс и надолго забыт. Слухи о янтарном чуде, созданном прусскими мастерами для Фридриха I, быстро распространились по всей Европе и достигли России. Император Петр I мечтал поместить столь редкую достопримечательность в созданную им кунсткамеру. И счастливый случай помог ему приобрести вожделенную диковину. 17 ноября 1716 года после встречи с королем Пруссии в Габельберге Петр I написал своей супруге «Король подарил меня изрядным презентом, яхтой и кабинетом янтарным, о чем давно желали». В 1717 году под охраной команды солдат через Кёнигсберг и Ригу королевский подарок был доставлен в Петербург. Однако, вернувшись из-за границы Петр, рассмотрев полученный презент, был сильно разочарован. Янтарный кабинет состоял из отдельных, не вполне готовых частей, которые невозможно было применить для отделки, не завершив работу. И ящики с янтарными панелями почти 30 лет пролежали в людских покоях летнего дворца. О подарке прусского короля вспомнила дочь Петра I – Елизавета. В 1745 году императрица повелела своему придворному архитектору Франческо Бартоломе в расстреле отделать янтарными панелями один из покоев третьего зимнего дворца. В течение почти 10 лет кабинет с драгоценной отделкой украшал императорскую резиденцию в Петербурге, но Елизавета Петровна была одержима страстью не только строить, но и перестраивать возводимые для нее сооружения. В связи с ее намерением вновь переделать зимний дворец янтарные панели демонтируют. В июле 1755 года команда солдат, преодолев 25 верст, на руках перенесла из Петербурга в царское село ящики с драгоценным грузом. И еще 4,5 месяца мастер Мартелли собирал и укреплял на стенах зала в Царскосельском дворце янтарные убранства. Любимая резиденция дочери Петра I на долгие годы стала местом пребывания знаменитых янтарных уборов полученных в дар ее родителям. Архитектор Растрелли, дважды устраивая янтарный кабинет в Зимнем дворце и в Царском селе, блестяще справился с очень нелегкой задачей. Ему пришлось вписать янтарную отделку небольшого камерного кабинета в убранство высокого парадного зала. Проявив талант тончайшего декоратора, он придумал чередование янтарных панно с зеркальными пилястрами, роспись верхнего яруса стен под янтарь и роскошный резной декор интерьера. Не позднее октября 1757 года, когда янтарная комната уже находилась в Царскосельском дворце, в резных янтарных рамах появляются флорентийские мозаики. Они аллегорически изображали природные чувства человека – вкус, зрение, слух, осязание и обоняние. Картины, набранные из пластин твердых камней, с такой тонкостью передавали детали рисунка и оттенки цвета, что производили полное впечатление станковой живописи. Они были исполнены в 1752 году во Флоренции в мастерской твердых камней под руководством выдающегося камнереза и гравера Луи Сириеса. Живописной модели для мозаик написал художник Джузеппе Дзокки. Вероятно, в Петербург флорентийские мозаики попали из Вены в качестве дара Елизавете Петровне от австрийской императрицы Марии Терезии. При всей пышности оформления зала, все, окружавшее эту необычайную янтарную поэму красоты, не резало глаз, а оказалось только легкой рамкой. Французский поэт-романтик Теофель Готье, которому довелось побывать в Царскосельском дворце, восторженно написал. Только в «Тысяча и одной ночи» и в волшебных сказках, где архитектура дворцов доверена чародеям, духам и джиннам, видят зал из драгоценных камней, обычно употребляемых для ювелирных украшений. Глаз, не привыкший видеть этот материал, использованный в таком масштабе, изумлен и ослеплен богатством и теплотой этих оттенков, которые представляют всю гамму желтого, от дымчатого топаза до светлого лимона. Почти два столетия уникальный интерьер просуществовал в Царском селе. Последняя глава в «Богатой событиями истории янтарной комнаты» была вписана во время Второй мировой войны. Известно, что похищенная фашистами янтарная отделка интерьера была перевезена в ноябре 1941 года в Кёнигсберг, где заново смонтирована в Орденском замке. А в конце июля-начале августа 1944 года, когда началось наступление советских войск, янтарную комнату вновь демонтировали, упаковали в ящики и вывезли в неизвестном направлении. С тех пор следы этого уникального произведения теряются. Поиску янтарной комнаты посвящено сотне статей, десятке книг, многие годы жизни серьезных исследователей и азартных искателей приключений, но все усилия пока что остаются напрасными. С каждым годом, отделявшим нас от момента исчезновения янтарной комнаты, надежды на ее возвращение становились все более слабыми. Кроме того, хрупкий декор янтарных панелей, еще до войны нуждавшейся в реставрации, мог буквально рассыпаться в руках тех, кому посчастливится сделать эту сенсационную находку. Но трудно было смириться с мыслью о том, что будущие поколения никогда не смогут увидеть завораживающей красоты янтарной комнаты, названной восьмым чудом света. Не хотелось верить и тому, что безвозвратно ушло в прошлое искусство обработки янтаря, которым в совершенстве владели мастера 17-18 веков. И 10 апреля 1979 года правительственным постановлением было положено начало едва ли не самому дерзкому эксперименту в мировой реставрационной практике воссозданию янтарной комнаты. После 10 лет подготовки началось второе рождение янтарной комнаты, которая продолжается и по сегодняшний день. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...